Монах и воин одновременно. Таким есть тамплиер. Для защиты христианства и борьбы с иноверцами он берет в руки меч. По мнению ордена, ради истинной веры это оправдано, и к тому же не запрещено Евангелие. Монахи-тамплиеры давали обет бедности, жертвуя свое имущество в собственность ордена. Именно поэтому братство, верно служившее католическому папству, имело широкую поддержку в кругах набожной знати. За время своего существования тамплиеры собрали немалые средства, позволявшие финансировать крестовые походы и даже более того, кредитовать европейских королей. Орден вкладывал деньги в строительство замков-монастырей, защищавших пути крестоносцев к Святой Земле. Самый восточный оплот братства располагался на территории современного Закарпатья, в селе Среднее, расположенного между современными Мукачево и Ужгородом. Сегодня здесь расположен замок, называемый Середнянским. Руины замка, сохранившиеся до наших времен, это только башня Донжон. Сама территория замка, как свидетельствуют последние археологические раскопки, в несколько раз больше и спрятана по толще грунта в один метр. Башня Донжон построена по примеру древнеримских приграничных сторожевых башен. Это четырехугольное сооружение с толщиной стен около двух метров, характерная черта средневекового замка, построенного в романском стиле. У входа в башню Донжон располагалась деревянная лестница. В случае опасности она могла быть демонтирована и даже сожжена. Проникнуть в Середнянский замок незамеченным было невозможно. Дорога, ведущая непосредственно в замковый двор, просматривалась и контролировалась сквозь окна бойницы замка с южного и западного направлений. Внутри, вдоль стен, был сооружен опоясывающий помост, позволяющий дозорным свободно передвигаться от бойницы к бойнице, не спускаясь на землю. И все же в 1312 году могущественный рыцарский орден был уничтожен королями, посягавшими на его несметные богатства. Обвинив братство в преступлении перед католической церковью, тамплиеров бросали в тюрьмы, пытали, сжигали на кострах. Однако некоторым рыцарям удалось скрыться от преследователей и унести часть драгоценных сокровищ и тайн ордена. Где спрятаны эти сокровища, особенно наиболее ценной из них, священный Грааль, остается загадкой до сегодняшних дней. Возможно, ключ к разгадке этих тайн зашифрован в священной геометрии замков, построенных тамплиерами. Тем не менее, загадка эта до сих пор остается тайной как для ученых, так и для неутомимых искателей кладов. Субтитры создавал DimaTorzok